ЗВЕРЬКО Привет, друзья! С вами Зверько и очередной зелёный гайд. Мы не ждали, но это свершилось. Первый герой с четырьмя навыками. Заск. Особого многообразия на самом деле это не вносит. Теперь у обычных навыков четыре уровня вместо шести. Заск гибок в билде, но ограничены механики применения благодаря изменениям перед выходом. Поскольку урон призываемого порождения турели уменьшен, Заска могут легко убить в области поражения-порождения. И это придется учитывать при составлении билда. При выборе эмблем делаем упор на скорость бега и магическую атаку. Эмблемы убийцы мага или бродяжника подойдут. Доп-заклинание. Останавливаем свой выбор на вспышке или на вдохновении. Поскольку вспышка позволит лучше перемещаться, а вдохновение ускорит атаки не только Заска, но и порождение. Навыки и механика. Первый навык. Ужасное порождение. Рабочее название Индюк. Я и мой Индюк. Но вы поняли. Заск призывает недвижимого червя из земли, который начинает автоматически атаковать врагов. В приоритете цель, которую атакует игрок. Урон существенно выше, чем урон Заска с руки. Атака и призыв на расстояние меткого выстрела. ХП Индюк повышается с уровнем навыка от 70% до 100% в соотношении ХП Заска. Исчезает, если гибнет или Заск отходит достаточно далеко. Этот навык гибкий инструмент фарма и защиты. После понижения урона его стали меньше опасаться. По своей механике сначала наносит два выстрела, а аналогичных выстрелу с руки. После наносит очередь выстрелов, которые засчитываются системой за навык со всеми вытекающими последствиями. В конце очереди происходит мини-оглушение. Третья атака порождения – это повторение каста второго навыка хозяина. То есть, когда Заск применяет второй навык, порождение применяет его же в ту же цель или в ближайшую к себе, если цель Заска вне зоны поражения. Урон порождения зависит от магической силы хозяина. Скорострельность и защита тоже. Но если мы соберем вампиризм, индук будет хилить своими атаками только себя, но не хозяина. Опять же, некоторые предметы влияют и на порождение тоже, ну поймете по сборке. Второй навык – молния. С небольшой задержкой Заск использует молнию, пронизывающую противника. Расстояние дальше, чем выстрел с руки. Наносит урон всем целям по прямой. Задержка каста стандартная. В первую цель, в которую мы попали порождение, произойдет такой же каст. Вполне стандартное заклинание, без скрытой внутренней механики. Урон ощутимый и можно кого-нибудь ткнуть с безопасного расстояния или добить издали. Третий навык – улей мин. Заск на довольно существенное расстояние выпускает 5 личинок порождений, которые взрываются при попадании в цель. Если они не встречают противника на своем пути, личинки остаются на земле минами, расположенными в направлении каста, видимые и для противника. Если враг на них наступает, то получает урон и замедление в 70% на 1 секунду. Детонация считается за применение навыка. Ульта. Заск на секунду застывает, а порождение преобразуется в более мощную форму на 10 секунд. Также происходит перезарядка первого навыка. Порождение начинает наносить существенно больше урона и получает больше ГП. Будучи уничтоженным, можно призывать сразу в усиленной форме. Это навык стероид для индюка. Делает порождение достаточно опасным, но меня сильно раздражает, что Заск застывает на время каста. Невозможно завести противника в ловушку к активированному по пути индюку. Пассивка. После смерти, через секунду, Заск и порождение детонируют, нанося немного чистого урона. Можно ликвидировать взорвавшегося добивателя. Что любопытно, айтем бессмертия даст возможность взорваться дважды. Прямо мечта ИГИЛ, запрещенной в версии организации. Сборка. Тут можно собирать кто во что гораст. Хоть в маг атаку, хоть в скорость атаки. Предметы, работающие от приближения к герою, работают и на индюка. Даже бастен отваги. Представляю вам мою актуальную сборку. Зачарованный талисман. Ускорит восстановление маны и навыков, которые имеют существенное КД. Магические сапоги. Делаем упор на КД навыков. Совершенный лед, который стал почему-то господством льда. Увеличит нам КД, запас маны, а кроме того и нам и порождению даст брони и замедление противника. Эта пассивка работает и на червя. Райское перо или пылающие жезлы. Райское перо даст нам скорострельность в 30% и немного магической силы. Увеличение скорострельности прямо пропорционально частоте использования оглушения. Но держать в постоянном стане нам запрещает механика. Нет смысла собираться в 6 алых фантомов. Пылающий жезл будет срабатывать не только на заклинаниях Заска, но и на двух навыках самого червя. Если у противника Заск, то червь с пылающим жезлом перестреливает червя противника. Щит Афины защитит Заска от магов-прокастеров, а плюсом даст щит не только Заску, но и порождению, повышая боевой потенциал обоих. Охранная реликвия добавит мощи навыкам Заска и атакам порождения. Тактика. Заск забирает лесных клюпов с помощью порождения, поэтому топор охотника в комплекте не повредит первым айтемам. А поскольку все навыки имеют задержку, стоит держаться в кустах. Самая банальная хитрость. Когда противник приближается к вам, ставим порождение и скрываемся в кустах, в момент, когда враг должен нажать атаку. Таким образом он отключется на порождение, что позволит коснуть на него второй или третий навык. Тут же за вами последуют в кусты, но в этот момент можно выбежать к порождению и вспышкой прыгнуть в другие кусты, что вновь отключает противника от вас. Линия ИДФ вышки. Это про нас. С атакой печальнее, нет другой возможности убежать, кроме как пешком, если нас заметили. Разве что поставить вдалеке порождение и телепортироваться из кустов, пока их прошаривает противник, в поисках нас. Поведение в масс-файте. Мелкое порождение замечают не сразу. Старайтесь закинуть его на передовую, остываясь с куста, поливая противника вторым и третьим навыком. Стараясь вторым зацепить как можно больше врагов. При сносе вышки ставьте Ньюка под вышку, если вы уверены в своем КД и сможете его активировать при контратаке. Ну а на этом пока все. Подписывайтесь на канал и жмите в колокол. Удачных боев, приятных побед! Субтитры сделал DimaTorzok